Закройте дверь. 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 Домье мне показался наиболее подходящей фигурой, поскольку он тесною всего связан с историей Франции, этого мира. Закройте дверь. Но сам историческая фигура и история проходят сквозь него. Закройте дверь. 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 Рассчитанная на такой непосредственный сегодняшний эффект, на непосредственный отклик на злобу дня, эта карикатура, это, в общем, свежий жанр, хотя дамье не пена. Карикатура вообще появилась в Англии в конце 18-го века, во времена той, например. Выдумали ее по-настоящему англичанам. Правда, еще не как журнальную даже карикатуру, это следующий шаг, а как карикатуру, как бы сказать, станковую. Это были отдельные рисунки, большие, смешные, злые рисунки, которые они выполняли в большом формате и выставляли в витринах магазинов на главных улицах. И два имени в этой связи надо назвать, это Джон Гилрой и Роландсон, два английских художника, которые практиковали вот такую вот карикатуру до журнала и до газет, экспонируемую карикатуру. В витрине выставляется, народ толпится, смеется, реагирует и так далее. Но главные черты карикатуры, как жанра, там существовали. Это было слабодневно, это было очень зло, они использовали типичную для карикатуры деформацию. О карикатуре его нет, так сказать, образа. Так что начало рождения карикатуры, это вот рубеж 18-19 веков. Ну и этот жанр еще не полностью оформленный, перекинулся и в России. И он процвел, особенно в 12-м. И особенно в Москве, под покровительством московского, знаменитого московского генерал-губернатора 12-го года, это был граф Ростопчин. И несколько художников, в том числе венецианов, между прочим, которого мы, как говорится, проходили. Вот несколько художников в 12-м году делали такие вот карикатуры на Наполеона и на французов, и даже на француза Марию, которая, естественно, не могла быть популярной в этот момент. Вот, это тоже были листовки, так называемые Ростопчинские листовки, которые разбрасывались, размножались и тиражали. А несколько позже наступает вот эпоха журнальной и газетной карикатуры, и Данье становится просто классиком этого жанра. Он не первый, но он величайший. И его главная арена, он выступал, я об этом говорил, в разных газетах, в разных изданиях, иногда издавал просто альбомы карикатур даже. Но главная его трибуна – это журналы, которые изобрел человек необычайных талантов и изобретательности, остроумие. Его звали Филикон, и он, затеяв издание журнала «Шаривари» и «Карикатур», привлек к этому изданию Данье, и это была его главная трибуна. И так его вся Франция вызвала. Того, что сделал Данье в карикатуре, было бы совершенно достаточно, но оказывается, что он был больше карикатурных. И вообще некоторые его карикатурные, так называемые карикатурные журнальные рисунки, выходят далеко за пределы вообще жанра карикатуры. И находятся где-то на границе между собственной карикатурой, но собственно карикатурного там то, что это выходит в журнале, что это выходит в большие тиражи. Но в сущности эти рисунки по своему патетическому звучанию, по своей серьезности, по своему трагизму, они выходят далеко за пределы, которые выходит. Я их показывал в прошлый раз, я хочу только напомнить, я хочу только напомнить, как они... Ну вот, скажем, это знаменитая карикатура, то есть карикатура, не правильно даже сказать. Ничего карикатурного здесь нет, это знаменитая литография, которая воспроизводится во всех... Заходите, пожалуйста, вниз куда-нибудь. Заходите, пожалуйста, внизу, 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 внизу. Одного дома на улице Транс-Нанэн, из которого выстрелили в полицейского, это, конечно, далеко за пределом жадной карикаты. И вот такие рисунки, такие литографии, которые открывала альбом, посвященный Франко-Русской войне, 70-81-го года. Это все, конечно, вещи, которые выходят за пределы карикатуры, хотя это литографии, которые распространяются, тиражируются и которые может быть диссертацией. Но, как я уже упоминал в прошлый раз, балансируя на этой границе между карикатурой и странковым произведением изобразительного искусства, самостоятельным, самодобреющим, автономным, Вот, Данье выходит далеко за пределы, собственно, карикатурного искусства. Даже его, безусловно, критические... Рисунки, давай, я тебя проверю. О! Бардо! Нет, нет, я именно темно-ракон. О! Даже тогда, когда он, собственно, делает рисунки критического, чтобы не сказать, сатирического содержания, они настолько значительные, что они часто выходят за пределы, собственно, вот карикатуры. Я упоминал в прошлый раз, что среди объектов сатиры Данье совершенно особое место занимало юридическое адвокатское соседание. У него было достаточно предметов для восьми, его нет, а этих он не любил совершенно особо. Возможно, это было связано с тем, что в юности своей он просто служил на мелких посылках в судебной палате в Парижской и наблюдал эти нравы непосредственно вблизи, и хорошо запугал. Поэтому у него много карикатур на юристов, на адвокатов в основном, на их ложный пафос, на их продажность, их цинизм, лицемерие. И вот такие рисунки, например, как вот этот, это не литография, это не тиражное произведение, это действительно просто рисунок. Вот этот рисунок, хотя он сатирический рисунок, он выходит за пределы шуток. Это очень серьезно. И блестящий нарисован. Это про адвокатов. И таких набросков у него много. Эти наброски необычайно красноречивы, и я не решаюсь их назвать прямо карикатурами, это нечто большее. Но это как бы серая зона, это как бы переходная область от сатирического жанра к совершенно другому дамье. Дамье к серьезному, великому художнику-живописцу, который создал бессмертные произведения просто в другом жанре, в другом роде, совершенно на другом языке выражались. Эти вещи созревали в основном в его мастерской, кое-что было выставлено. Но в общем, в настоящей дамье, как великий мастер, открывается именно там, в произведениях, которые не видели журнальных страниц, не распространялись большим тиражом. Даже адвокатов он мог изобразить вот таким вот способом. Это уже целая картина. Но эта картина, конечно, гротескная. Весь его гнев, все его неприятие адвокатского сословия, здесь совершенно ясно вычитывается, в том, что гонорить прежде всего в физиологии, в характерах. Один за другим он лепит. Мы помним, что он действительно не скульптор. И даже тогда, когда он работает в живописи, все равно эта скульптурная подоснова, это чувство пластической вылепленной объемной формы, оно необычайно островано. Вы оцениваете, как лепятся лица этих людей и как на каждом из них написан некий порог. Вот в этом жанре, вернее, в этом виде своего творчества в живописи, то, что он создавал в мастерской как бы для себя, вот здесь вырисовывается настоящий масштаб гения Деме. Сказать, что эти живописные произведения Деме выдержаны в одном ключе, я бы не решился. Вот мы только что видели, скажем, большую композицию, изображающую группу адвокатов. Это, конечно, сатира, мощная живописная сатира. Многие его произведения, некоторые его произведения, простите, в этом смысле, находятся действительно где-то в пограничной зоне. Ну, например, вот такая замечательная картина, которая называется «Мелодрама». «Театрик» где-то на окраине Парижа. Разыгрывается совершенно душераздирающая история. Это видно. На авансцене лежит труп. А жестикуляция, позы, набросанные широкой кистью, свободная, но очень выразительная. Это настоящий Демье всегда. Позы изображают уже раздирающую драму, что совершенно очевидно. Все остальное – это партер, это толпа, которая с замиранием сердца переживает то, что происходит в России. Мы понимаем, что это незатейливая простая публика. Хотя все очень обобщено, но тем не менее, когда мы смотрим на эти лица и одежды, мы понимаем, что это действительно парижская окраина, что это простой люд. Который бесхитростно воспринимает страсти, мордасти, разыгрывающие на сцене. Конечно, утонченный эстет Демье смеется на тех, что здесь делается. Это не его театр. Но это театр вот этого народа. И если бы мы хотели определить каким-то образом отношения художника к художникам, то оно двойственное. С одной стороны, это мощные, сильные, простые люди. С другой стороны, их переживания, конечно, примите. Вот этот выделенный специально темный на светлую кровь. Это лицо едва наброшенное, которое вырывается из тьмы только благодаря отблескам, рефлексам света от сцены. Но эти выпученные глаза, все это, конечно, гротескно и отчасти мы слышим здесь эхо его корреком. Но, в сущности, это вещь амбивалентная, двойственная, которая говорит и о том, и о другом, как это в жизни было. Ну вот вещи, полные серьезности, понимания, ирония исчезла, а остается прочувствованное, простое, естественное переживание жизни простых людей. Эта картина называется «Багон третьего класса». Ну, к этому времени железная дорога уже вошла в быт Европы, как мы помним, и деление на классы, естественно, тоже вошло в быт. Это простые люди, которые едут в самом дешевом классе, женщина с ребенком, немолодой мужчина, старушка, мужчина в цилиндре, глядит в окно, еще один там в котенке, дальше в половозумраке этого битком напитого вагона вырисовываются еще лица в следующем купе. Здесь надо отметить то, о чем я буду более подробно говорить в связи со следующими картинами. Насколько Дамье, надо оценить, насколько Дамье владеет обобщенной формой. Обратите внимание на то, что Дамье не выписано и детали. Но если, скажем, рядом поставить картину Федотова, где выписана каждая мелочь, лапка кошки, которая намывает гостей, или стекляшки в люстре мукурического дома, то стилистика Дамье оказывается совершенно другая. Он привык рисовать, доводя вот этим литографским карандашом прямо по камеру очертания фигуры. И для него всегда вот эта вот линия, контурная линия, которая очерчивает фигуру, она очень важна. Все формы очерчены точно. Они не раскрываются в полусумраке, но они даны четко. И вместе с тем, это чрезвычайно выразительная линия. Точно так же, как и обобщенные мазки дают нам почувствовать округлость движения форм, хотя мы не знаем, какая это ткань. Мы догадываемся, что это, очевидно, рубашка, а это верхняя одежда, какой-то пальто. Но, тем не менее, для него главное – это общий мазь. Поэтому его персонажи очень обобщены. И очень пластичны. Они как бы живописная скульптура такая. Каждый характер при этом очерчен мощными мазками, но очень точно. Мы чувствуем, что здесь сидит согленная сторожка. И голова у меня несколько скульптиметра. И всего только несколько касаний кисти, но мы чувствуем, как череп, ее обтянут кожей, как выдаются скульптиметры. И как запал этот старческий рот. Повторяю, никаких мелочей. И кисть движется, это широкая кисть, которая оставляет широкие мазки. И тем не менее, все главное сказано очень точно и очень экспрессивно. Отдельный, как бы, сюжет, к которому Данье возвращался несколько раз – это «Парижская прачка». Дело еще в том, что он одно время жил в квартире, которая выходила прямо у окна на набережную Сену. И эти прачки, которые в Сене полоскали белье, тогда это было возможно. Сейчас наоборот, после того, как у него окажется в Сене, ему надо полоскать оттенок. Но другая эпоха. Так вот, он наблюдал просто этих тружениц, этих женщин, которые полоскали белье в реке. И этот сюжет органически вошел в его живопись. Сохранилось несколько картин, из которых я покажу дверь. Надо сказать, что это действительно вершина живописного творчества, власти. То, что я отмечал только что в связи с вагоном третьего класса, здесь еще более наглядно. Но прежде всего, какими средствами Данье дает нам почувствовать, что это Париж, набережная, и даже, что это Вич. Это не тот Париж, к которому мы привыкли. Париж XIX века, это столица мира, это город богатства, развлечений, культуры, искусства, литературы и так далее. Это не тот прозаический Париж, и по отношению к этой друженице он выступает, как некая враждебная среда. И дома на том берегу Седы сливаются в одну сплошную, как бы, стену, которая более всего напоминает крепостовство. Вот некая отчужденная, чужая, бесчувственная плоскость домов, на фоне которой выступает силуэт этой молодой женщины с мальчиком. Единственное, только что цвет этой стены говорит о том, что она освещена закатными лучами и вечернего солнца, а работала она чужими на церкви. Дальше, что еще? Данье, это Данье. Никаких деталей, никаких подробностей. Главное, это общий очерк фигуры и крупные мазки, которые дают ощущение формы. Но этого совершенно достаточно, чтобы мы почувствовали тяжесть корзины с мокрым биндом. Главное тут, я бы сказал, в этой фигуре, это момент утомленного, сверхсильного несения некой тяжести. Вот эта куча, намеченная низкими мазками, мы ее ощущаем, как тяжелый груз, и, соответственно, очертание фигуры этой женщины дает ощущение ее тяжкого труда. И точно так же, с необычайным лаконизмом, передано движение этого мальчуга. Почти ничего нет, вот щечка, волосики его, которые дети развивали, бедно его фигурки, а между тем мы ощущаем хрупкость и усталость этого мальчика. И даже дробный ритм горбега, мама движется более крупными, быстрыми шагами, а мальчик синие. И вот это тоже чувствуется в его мальчике. Вот для сравнения техника Федотова и техника Дамина. Перевернее сказать, язык, на котором говорит Федотов, современный, и язык, на котором говорит Дамина. Федотов выписывает каждую деталь. Не просто потому, что он любит все эти детали. Он их любит, да. Но из-за тем, что каждая деталь для него есть некий элемент повествования, некий элемент рассказа. Каждая деталь еще что-то говорит. И не случайно Федотов к этой картине написал Роцелью, которую я в прошлый раз зачитывал, поэтический комментарий, который пересказывает словами, то есть совершенно повествовательным образом, пересказывает то, что здесь происходит. Принцип Федотова – это принцип рассказа. Принцип рассказа, переведенного в зрительные мать, в зрительные пари. Ну и я, в свое время, мы говорили о том, что это идет от Федотова, от, простите, от Фокарта еще. Вот такой способ повествования со всеми подробностями деталь. Другой совершенно принцип – это принцип Дамина. Можем посмотреть это на другой прачке. Но это более знаменитое, это самое знаменитое из прачек. И тут развертывается все тот же сюжет. Но только прачка поднимается с набережной сены, подтягивая мальчуга, на котором эти ступени слишком высоки, тяжелый пакет мокрого белья, она держит свои силы рукой. На фоне, интересно, что Париж он трактует еще раз таким образом. Это в сущности одна сплошная тяжелая масса, которая, хотя и светится отраженным солнечным светом, но в то же время представляет собой такой же глухой враждебный фон для этой тяжелой жизни. А Пара, медленно поднимаясь по милой лестнице, это единственный живой элемент в картине, причем чрезвычайно лаконичными средствами, буквально без всяких мелочей, без всяких подробностей, художник говорит о главном. Это сильная женщина, хотя и утомленная, но сильная женщина. И на этот раз ей не так трудно даже нести этот пелье. Но вот оцените, пожалуйста, ее наклон, ее движение и замечательный контраст вот этой силы несения и нежности, и осторожности, с которой она поддерживает ребенка, когда мы еще все поступили. Все это сказано прямо для нашего глаз. Дамье не рассказывает. Вот если можно говорить о чистой визуальности, о том, что сразу видимо, то язык Дамье это как раз язык, предназначенный прямо для зимы. Рассказывать тут нечем. Пранчка поднимается по лестнице с бельем и с маленьким мальчиком. Вот весь рассказ. Попробуйте написать рациент. Ничего не выйдет. Тут нечего описывать. Но зато есть что смотреть. У Федотова, конечно, тоже есть что смотреть. И вообще, мой разговор ведется не к тому, чтобы показать, что Федотов плохой, а Дамье хороший. А к тому, что есть совершенно разные способы говорить в визуальном образе. И Федотов и Дамье в этом смысле контрастны. Это представители двух разных направлений живописного языка. А Дамье в своем роде велик. Это действительно генератор. Вы знаете, с натурой у Дамье было... Мы судим по свидетельствам показаниям. Дамье вообще не оставил... Практически не оставил никаких письменных документов. И о себе, о своем методе, о своем способе работать не говорил. Не писал. Его приходится восстанавливать по свидетельствам других. А другие говорят, что Дамье с натурой не работал. Даже как будто бы и не умел, и во всяком случае не хотел. А пользовался своим совершенно исключительным, невиданным данным средствами памяти. Он все запоминал. Все, что видел, он запоминал в мельчайших деталях. И оттуда умел извлекать благо. Существует знаменитое воспоминание о том, как... Дамье попросил показать ему уток. Ну, он типичный горожанин. Вот. И он хотел посмотреть зачем-то уток. И его приятель ведет его, значит, на известный приятель пруд. Где плавают уточки. И Дамье стоит на берегу и рассматривает этих птиц. Приятель ему говорит, принести ли тебе... Я тебе принесу сейчас бумагу и карандаш и мелок, чтобы ты зарисал. Дамье говорит, нет, не надо. Еще немножко посмотрел на этих уток. А на следующий день в журнале Жаривари, по-моему, появились рисунки уток. Дамье. Чем он иногда пользовался, я об этом говорил в прошлый раз. Когда ему нужно было многократно в карикатурах изображать какого-нибудь политического деятеля. Он приходил, наблюдал его. Потом по памяти дома делал скульптурную статуэтку. Я показывал эти физиономии. Часть только. Часть погибла вообще. А они ему служили напоминанием, но он их вертел так или иначе, когда ему надо было быстро нарисовать этого персонажа в карикатуре. А так вообще он работал, пользуясь своей феноменальной совершенно зрительной. Так что, что касается этих прачек, то можно с полной уверенностью сказать, что никакая прачка, никакая наемная натурщица не стояла. На лестнице ведущий крикит и не позировала ему. Это все делается из резервуала зрительной памяти. Кроме того, надо добавить, что его паденная работа ежедневная, а он работал как каторж, которая требовала в карикатуре, в журнальном рисунке передать характер, движение несколькими штрихами. Это была гигантская тренировка, которая ему потом годилась для того, чтобы работать в живописи. Что ему особенно близко, конечно, это настоящие любители искусства, любители бескорыстные, любители гравю и сталку. И к этому сюжету он тоже возвращался в несколько картин. На него есть картина, к сожалению, у меня нету. Вот, вот, прислали. Да, нет. На него есть картина совершенно трогательная, необычайная картина, где любители искусства, вот в неком полумраке, в каком-то помещении, сидит в кресле и созерцает небольшую античную статуэтку. Вот это действительно подлинное эстетическое созерцание. Это не смотрение телевизора, это не разглядывание интересной истории, а это то, что до мне особенно близко. Это впитывание самой пластической сути образа. Необычайно непосредственное и интимное общение с произведением искусства. Вот тоже самое этот замечательный любитель истамбур. То ли он попал в какую-то коллекцию, то ли он, конечно, в конце концов, не важен. Возможно, что это лавка, где продают истамбур. Да так или иначе, это человек, для которого каждый отпечаток, каждый лист в этих папках необычайно дорог. И, по-моему, мрак этого помещения, отношение света и тьмы создает обстановку вот такого вот спокойного, очень персонального, очень личного художественного созерцания. К этому надо добавить то, что к суровому реализму такие, казалось бы, не должны быть отношения. Это очень красивая картина. Хотя средства кажутся простыми, но вместе с тем соотношения пятен, света, тени, формы, это все необычайно красиво, а это экспрессивно. В этих картинах Даниэл очень много трагического. В частности, он несколько раз возвращался к теме беженцев. А причины для этого были, в частности, это война 70-71 года, но еще и во время событий 48-го года многим людям пришлось оставлять свое жилье вне сгод, так сказать, и бежать неведомо куда. И этот сюжет, который я умел представить, чрезвычайно обобщенный и чрезвычайно дорозительный форм. Нету отдельных лиц, нету отдельных персонажей, а есть только общий мотив движения этой толпы, гонимой страхом, и движение неизвестно куда до этого направления. Надо сказать, что эта картина беженцев перекликается отчасти, если вы помните, с поздней картиной Гоя. Но картина Гоя вообще изображает не беженцев, но изображает просто людей, которые бредут неведомо куда. Она более, можно так сказать, философская, обобщена, но и давняя говорит на таком же обобщенном, высоком языке по человеческому исчезу. Ну вот в этих последних картинах, которые я вам сейчас покажу, он поднимается до необычайно высокого пафоса, в сюжетах хорошо известных, испытанных, не раз изображенных, но изображенных не так, как он это сделан. Но вы узнаетесь уже, да? Это толпа, которая требует казни Христа. Это понтипилат, и римские воины выставляют его на последнее, так сказать, осмеяние, на последний позор. Вот напоминаю, что одного из приговоренных к смерти понтипилат имел право помиловать. И якобы, ну существует, во всяком случае, какой онфологический код, вот, скорее всего, онфологический код, что, понтипилат хотел помиловать Христа после странного разговора, который между ними произошел. Вот, тем более, что я, как бы, жена понтипилата просила за Христа. Но толпа требовала отдать им другому человеку. И понтипилат уступил. Вот этот крик «Отдайте варагу!» Или иначе эта картина называется «Се человек!» Вот эта сцена сделана с необычайной 19 века экспрессии. Силуэт Христа, мрачные фигуры за его спиной, и вот такая вот истерия, бешенство, ненависти, дикого нелепого любопытства, все это дано в нескольких головах толпе, которая уходит туда, вглубь. И главное, в этих нескольких силуэтах на фоне на фоне очевидно закатной рамеи. Чрезвычайно красноречивая картина, полная подлинного драматизма. Другой вечный образ, который не давал покой Дангей, к которому он возвращался не раз в рисунках и в картинах, это Дон Кихот. Вот герой, которого он, которому он был чрезвычайно приветствован. вот в нем самого что-то было у Дон Пехота. Но так или иначе целый цикл картин и рисунков посвящен этому бессмертному герою Сервантесу. И надо сказать, что сделанные эти вещи совершенно гениальны. С необычайной мудростью. И опять-таки без... Хотя он иллюстрирует как бы литературное произведение, то есть произведение, где главное это норрация, это повествование, рассказ, связанный рассказ, где одно событие следует за другим и так далее. Но он и здесь остается самим собою и говорит главным образом для нашего глаза, говорит одной только пластикой. Это Дон Хихот бросается на метровые мельницы. Вот он Дон Хихот. Совершенно разгулявшаяся костистая пряча, бразинант, которая перешла в голову и доблестный бесстрашный рыцарь, герой Дон Хихот, который готов сражаться на первом же плане Санчо трезвая вместе с тем смешная фигура, потому что он в полном отчаянии от того, что делает его прозь. Романтический бессмысленный порыв и приземленная трезвость соединяются здесь в наглядном контрасте, причем трезвости отдается первым. в то время как герой несется куда несется. Обратите внимание на замечательную тонкость. Метрианую мельницу он не нарисовал. Нету мельницы. Он скачет туда, где ничего нет. Это чрезвычайно тонкий ход. чрезвычайно глубокое проникновение мыслей Сервантеса, идею вообще образа Дон Кипота и Дон Кипотца. А вот другой из этого цикла. Тоже совершенно замечательная картина. Дон Кипотца движется оттуда из глубины одним только тощим силуэтом, который рисуется на фоне холмов и неба. за ним оттуда из глубины на свет идет такой же Санчо, намеченный только одним силуэтом. Типичное ведомье пластическое пятно. Мертвое осё. Там есть такой эпизод. А вместе это удивительный образ вечно настранствовании этой бессмертной пары. Героя мечтателя и его негативные тени. Можно сказать, что то, что Домье сделал для иллюстрирования, для визуализации Дон Кипота, это самое лучшее в общем, лучше вне только. Самое лучшее, самое точное. непробизация никаким соревнованиям. Однажды, это было после революции 48-го года, вскоре, в период таких свободолюбивых иллюзий, свободолюбивых обращений, после революционной Франции Домье получил заказ на роспись монументальную, которую изображала французская республика. Еще раз напоминаю, революция 48-го года, это было провозглашение республиканского строя во Франции. До 48-го года, от предыдущей революции, 30-го года, во Франции был король. То, что это был король буржуа, неважно. Это был Луи Филипп, в конце концов, из королевской семьи, и Франция оставалась монархией после революции 30-го года. А после революции 48-го года была общеждена республика. То, что в дальнейшем президент этой республики Луи Наполеон объявил себя императором, это уже другая история. Но в этот момент, после 48-го года, сразу Франция это республика. И прославить эту республику призывает нескольких художников, в том числе и Данье. Вот Данье проектировал такую картину памятник, где республика, следуя известной традиции уже, где республика должна была быть представлена в виде могучей и прекрасной женщины, которая питает своей сровей. Эта вещь не была закончена и не была и не была осуществлена как монументальная роспись, она так и осталась проектом, который вы видите. но сам этот образ, аллегорический образ республики взят тоже из неких запасов, которые накопились в Даниле. И мне хотелось бы сопоставить эту незаконченную монументальную вещь со сравнительно небольшим рисунком, который показывает, откуда идут питательные соки, которые в конце концов выливаются в эту мощную аллегорию. Это замечательный рисунок, великий просто рисунок, который называется СУП. Они едят СУП. Этот мощный мужик слева от нас, это рисунок повторяет. И это могучая женщина, которая одновременно ест суп и кормит могучее надо сказать, грудью владельца. Вот из этих корней, из этой почвы самого французского народа, его крестьянского начала Дамьей выводит этот образ республики. А что касается самого этого рисунка, то он подкупает необычайной уверенностью, главное, мощью, монументальностью этой первичной земной, я бы сказал, почвенной силы, которая характерна не только для этой женщины, но даже для этого кувшина. как он торчит. Это не кувшинок, кастрюля, наверное, сосуд, назовем его вот так. Его обобщенность вполне заслуженная. Я в прошлый раз упоминал о том, как друг Дамье, много его помогавший, очень высоко его ценивший художник-пейзажист пастерном из Барбизонской группы Добинии увидев Микеланджеловский потолок в Риме, воскликнул, что ну, этот как Дамье. Ну, что же, это метафора очень интересная, давайте посмотрим. Запомните эту женщину, да? А вот это Дамье. Ну, приятно. А это Микеланджело, это тот самый Сикстинский потолок, глядя на который и было сказано этот, как Дамье. Вы чувствуете родство? Это Сибилла из целяда этих самых знаменитых макиланджеловских Сибилл, в Сикстинской капелле вот на своде потолка Сибилла над Сибиллиной книгой. Еще раз. Суп. И Сибилла есть родство? А он уже видел? Нет. Конечно не видел. Да мне никуда не уезжало из Франции. Он в Италии не был и он этого не видел. Хотя конечно сказать, что вовсе не видел было бы неверно. К этому времени репродукции существовали. Не было еще фототипических репродукций еще конечно не было. Но это было в десятках гравюр размножено и без всякого сомнения Дамье ни разу ни разу и стало любым. Где это было воспроизведено без цвета но форму было конечно это сказать, что Сибилла Комская вдохновила Дамье на рисунок Супа ни в коем что учениться. Это просто не выпуск было. На то, что есть родство в пластическом мышлении, что это стремление к необычайной силе, мощи, витальности образа, монументального образа, как в возмышленном образе Сибиллы, а вы помните кто такие Сибиллы и почему они попали на потолок Севстерской капеллы? Папской капеллы в центре католического христианского мира. Сибиллы это древнеримские предсказательницы, пророчицы, и в книгах, которые оставлены Сибиллами, так называемые Сибиллами книги пророчисть, якобы предсказывается явление Христа, приход Христа. Поэтому Сибиллы, как и Вергилий языческий поэт, так и языческие пророчицы Сибиллы попадают в христианскую иконографию, как бы в круг христианских образов. Поэтому они оказались на потолке. Сибиллам вовсе не обязательно быть могучим. Но Микеланджело это Микеланджело, Микеланджело именно так мыслит себя образ другие Сибиллы более женственные, но вот некоторые Сибиллы действительно необычайные этого образа необычайной силы, мощи человеческой энергии. И в этом смысле действительно оказывается, что Дамбел он вроде как Микеланджело. При этом он, конечно, гениальный сил. и в заключение я просто покажу какой Дамбел как он умеет рисовать под несколькими штрихами, несколькими касаниями кисти создать очень точный выразительный образ, которому кажется уже нечего что-либо прибавлять. Скажите, пожалуйста, это сцена пахоты, да? Вот здесь человек идет за плугом, и земля взрыта уже этим плугом отчасти, проводится следующая бороста, и напротив там во всечном движении другой крестьянин идет за другим. Камни, которые оказываются в этом поле, они как-то дают определенный ритм и разнообразят эту горизонталь. Вам ничего не напоминает эта картина из того, что мы недавно обсуждали в русском искусстве? Иван. А? Иван? Нет, не Иван. Похожий сюжет. Иван. Серов напоминает Серов в Венецианах. А? Серов тоже напоминает. Спасибо. Это тоже неплохо. Серов еще не появился. Вот. А среди появившихся Венецианова. Венецианова. Она идет, правда, тут неплохо барана, но такое же круговое вращательное движение зафиксировано в картине. Героиня первого плана идет сюда, а вон там ее коллега, если можно так выразиться, идет за бараной в противоположном направлении. Так что вот это круговое движение женщин, которые барануют, оно здесь намечено так же, как оно намечено в Дании. То есть досказано. Но я еще раз показываю, как по-разному говорят разные художники. Какого в принципе. Здесь это несколько мазков. Буквально. Это кляксы. Мы для чего искусно поставлены густая плана и размытая тушь. Вот здесь. Которая дает и культурный. И главное, оказывается, можно сказать, буквально несколько стрихами, несколько медалями пустя. Свободными и необычайными рамками. Еще один рисунок замечательный. Если говорить наивно о том, что мы видим, то это просто какие-то аляки-маляки, как говорят дети. Ну, что он делает? Да? Вот тут накрутил, тут накрутил, и тут чего надо? Такое. Ну, где-то там пожирнее, и то, что жирнее оказывается, пунктами. А между тем, это удивительное по своей точности представление коня, присевшего несколько на задние ноги и движущегося вперед с неумолимой энергией. Точно так же, как в этих как бы беспорядочных штрихах очень точно передана позиция человека, который садника, который сидит на этом коне, который наклонился несколько вперед, потому что конь наклонился назад, и эти казалось бы небрежные штрихи нанесены таким образом, что мы почти физически осязательно воспринимаем округлость и энергию и энергию самой плоти, напряженные задние ноги мышцы спереди и передние ноги коня, изогнутые его шеи. Короче, у меня все есть. Причем все это сделано с необычайной пластической пластической. Это глаз, это верность руки, и это, конечно, необычайная сила пластического видения, пластического воображения. В этом месте есть большое искушение вступить в дискуссию с одним из самых авторитетных нынешних гуманитариев, наносили специалистов по семиотике, писателей, кстати сказать, Умперто Эхо итальянским ученым литератором, который принадлежит к той школе семиотиков, что утверждают, что изобразительное искусство это тоже знаковая система. И что между изображениями словом в сущности нет никакой разницы. И что наше представление о том, что рисунок подобен лошади, что рисунок лошади подобен лошади, это заблуждение, которое связано с тем, что мы живем в определенной условности, нас к этому приучили, в нашей культуре мы обучены видеть в этой сумме штрихов скажем где кровь и лошадь, он как раз о лошади подобен. То есть речь идет о том, что на самом деле между этими несколькими штрихами он обсуждает не рисунок в дальнее, а гораздо более простой силуэт проведенный одной летом. Что между этим силуэтом и реальной лошади нет ничего общего. Что могло бы вообще говорить о подобии, о похожести, о том, что эта лошадь есть изображение этого. Это все условности, точно так же, как слово лошадь есть условное обозначение этого же. тут есть о чем поспорить. И в частности, даже воспользовавшись этим рисунком даме. Ну просто этот спор нас очень далеко убить. На самом деле, конечно, да никак не нужно согласиться с сомнер проектом, и есть достаточно аргументов для этого. Дело не только в тех условностях, в тех конвенциях, в которых мы воспитаны, а дело еще и в том, что даже такой рисунок создает в нашем воспринимающем аппарате иллюзию округлости, иллюзию формы движения, которая подобна в нем настоящий вошла. Особенно, когда это делает в художнике. это не Дамье. На этом конском изображении мы расстаемся с Норей Дамье. Есть фотографии Дамье, но у меня нету, к сожалению. А вообще есть, конечно, мы знаем, как он выглядит, но так. Но у меня нет такого слайда, я не могу вас с ним познакомить. И поэтому на экране совсем другой будет главный «Современник», тот, который будет следующим персонажем нашего разговора. Это Жан-Франсуа Милле. Жан-Франсуа Милле был примерно современник Дамье, Милле. И если мы хотим вообще классифицировать эти индивидуальности, очень яркие индивидуальности, что вообще для Девятнадцатого меня особенно характерно, то мы должны отнести Милле вслед Дамье к французскому реализму Девятнадцатого. При этом я должен предупредить, что когда Милле наступает на художественную арену, то что так же, как Дамье, слово реализм еще не используется в том смысле какого Дамье. Нет такого понятия. Не знаю, думал ли когда-нибудь Дамье о том, что он реализм. Он думал, что он Дамье. Милле тоже. Хотя слово реализм появится как раз тогда, когда Милле будет входить в настоящий период в настоящее творческое зрение. Но придумает это слово другой художник. Будин этим словом называет только себя и свою живопись, а реализм станет термином, которое обозначает ценный эпоху существенно но если мы хотим все-таки их как-то объединить и если я хочу объяснить на ком я сейчас остановился и какую группу художника я описываю то придется воспользоваться этим словом реализм. Замечу в скобках что и в России слово реализм появится более а реализм который в России появился до слова он просто еще не знает что он реализм достаточно вспомнить школьную премудрость глашатаем становящегося русского реализма литературы был Белинский находил в том что Белинского слово реализм а как он выражался тепло 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 натуральная школа натурализм он не употреблял это выражение а натуральная школа которые он обосновывал и всячески защищал а реализм придумали французы вскоре мы к этому подойдем французы да его изобрел курбы но когда Милле сравнивали с курбы то Милле говорил нет я другой а по существу конечно Милле очень индивидуализированный реалист и главное поэт крестьянской жительной крестьянской жизни это в значительной степени объясняется тем что он сам из крестина Милле родился в 1814 году недалеко от Шербура его отец ну вся семья были крестьянского происхождения они были состоятельные люди не не слишком богатые но достаточно зажиточные люди вот и Милле просто пахал до 20 лет он занимался крестьянским трудом все работали разве ферма так там народ и на Жан-Франсуа работал но и рисовал и получил очень приличное образование об этом родители заботились вот он даже латынь изучал читал Вергилия Вергина он был образован достаточно хорошо а кроме того он рисовал и в общем семья это оценит правда в какой-то истории искусства полный анекдот исторически я прочел такую замечательную историю что якобы родители Милле увидев что мальчик рисует и рисует и рисует однажды взяли его и повезли в город к художнику чтобы спросить сможет ли он этим рисованием заработать больше чем трудом на ферме якобы такой подход к всему думаю что этот исторический анекдот был выгонкой потому что родители семья были достаточно в общем культурные люди дядя его был один дядя его был священником другой был врачом вот ферма фермой но тем не менее это была достаточно культурная семья и когда настало время действительно мальчика отправляют шербу юношу вернее молодого человека отправляют шербу где он учился у двух мастеров последовательно у двух художников из которых один лангуат такой мы его изучать не будем но во всяком случае мы можем его привязать к знаменитостям он был учеником барона Гро кто помнит о бароне Гро у нас в свое время был подробный разговор напомню он написал знаменитые картины зачумленные в Яфе где Наполеон вкладывает персты в раны так сказать зачумленные в Яфе или ну еще картины из наполеоновской эпопеи Наполеон при прессе Швейлау объезжает поле битвы после победы я показывал эти картины вот Гро был через Гро идет линия к самому Давиду Гро был учеником Давида и вместе с тем был предшественником романтизма Гуа был ученик Гро вот и некоторое время примерно два года Милле занимался у этого художника ну в общем конечно судьбы решаются в Париже и в конце концов кстати сам Милле добивается того чтобы муниципалитет Шербура дал то что мы сегодня назвали грантом дал бы короче говоря денег на то чтобы Милле мог поехать в Париж и там учиться действительно Милле приехал в Париж и стал учеником ну в то время чрезвычайно популярного мастера из такого ну как бы сказать второго романтического ряда это был Поле Деларош живописец который пользовался огромной известностью писал исторические картины скорее романтического склада несколько поверхностный эффектный но в общем робкий умелый живописец вот и у Делароша Милле тоже позанимался дворком и они разошлись вот настоящий характер Милле почему-то вот эта поверхность достаточно и склонная к эффектам манеры Делароша не оценил ему надо было чего-то более серьезного и в общем он с Деларошем просто рассорился на этом история образования Милле собственно заканчивается некоторое время он еще посещал такую академию неофициальную академию в Париже академию чинист так называемую но в общем Деларош был его благом учителем настолько насколько он вообще его воспринял а после ссоры с Деларошем он возвращается в Шербур он возвращается в Шербур над зарабатыванием тем более что в Шербуре начинается первый роман с прелестной молодой девицей по фамилии Улё и Милле женится на этой девушке над зарабатывать деньги в общем тяжело бы человек с он начинает писать портреты какие-то портреты получают признание заказывают другие какой-то заказной портрет отвергли потому что похож но надо сказать что оригинал умный такой портрет покойного мэра Шербура он сделал что портрет не понравился в общем все это было достаточно трудно они бедствовали и забегая вперед скажу что бедняжка но кстати ее-то портрет сохранился прекрасный портрет это одно из ранних произведений мэле который показывает какой тонкий портрет патист вот оно захворало туберкулезом бедности доконала и она вскоре улыбка а мэле продолжал перебиваться в общем далеко не тем что ему предстояло совершить он оно приезжало переехало снова в Париж и в Париже он стал писать такие небольшие картинки на мифологические темы с некоторым ну таким чувственным привкусом в духе 18 века который он искренне не любил кстати если мы почитаем письма Милле то там совершенно ясно говорится о том как он терпеть не мог живопись в гуше скажем просто на дух и даже невысоко ценил такого замечательного мастера как Ватко считает что это все кухонный театр но мы увидим что это совершенно не то к чему сам стремился какие-то картинки покупали это просто был заруб между тем еще раз между парижем и шербуром и ездит снова возвращается в шербур еще одна любовь последнадцатилетняя шербурская девушка на которой он женится вторично и которая будет сопровождать его до самого смерти в качестве жены подруги поддержки кроме того что она ему родит девять детей по крестьян не здорово тут наступает сорок восьмой год сказать что существует прямая связь между революцией сорок восьмого года и тем что мы сделаем Нилле в общем нельзя но эта синхронность о чем-то говорит именно в сорок восьмом году Нилле выступ выставил вот эту картину ничего похожего на мифологические сюжеты на Эдипа которого снимают с дерева там или на мифологических любовников которые по-другому писать чем похожего вдруг появляется нечто что совершенно не имеет отношения ко всему прошлому или крестьянский образ все эти который бросает жменью за жменью бросает зерна во вспахивание сеть мы поговорим об этом позже но это начало нового Нилле или вернее это та точка в которой Нилле находится в Аносине он крестьянин и крестьянская жизнь крестьянская психология крестьянская судьба крестьянский крестьянский труд это то что он знает то что он любит то что он понимает и поэтом чего он станет на все остальные вещи а у Родена никакого Родена еще нет 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 ну что Родена это следующая походка вот а у Ван Гога будет сеятель и у Ван Гога сеятель будет вариацией картины Милле вообще он на Милле молился если говорить о Ван Гоге то для него Милле станет это нас еще ждет он станет одним из самых интересных авторитетов и точка опоры его собственных поисков вот и Ван Гог напишет картину которая будет вариацией и все эти вот с этого начинается крестьянский Милле а спустя некоторое время ему заказывают уже заказывают это после 48-го года ему заказывают картину на определенную тему а он пишет картину в конце сомн на другую тему это знаменитый забирает Милле это уже классика Милле и эта картина куплена и у Милле появляются деньги которые позволяют ему сделать судьбоносный шаг в собственной биографии а именно он покидает Париж вместе с семьей с выводком так сказать он покидает Париж и поселяется в Барбизоне это слово Барбизон я уже произносил на прошлой лекции это обжитое место в Барбизоне живет и работает группа художников покинувших Париж группа художников пейзажистов в основном главный жанр это пейзаж мы об этом в дальнейшем поговорим вот во главе с Теодором Руссо с тем самым Дамбельни который утверждал что Миколайджело Дамье вот они просто живут в этой деревне в лесу Фонтенбло недалеко от знаменитого замка Фонтенбло королевского замка который был построен еще в 16 веке и достраивался позднее целый классический ансамбль может кто помнит мы когда-то говорили о том как Миколайджело Руссо для замка Фонтенбло ну вообще итальянские манеристы там его украшали и все и Миколайджело и Миколайджело который непосредственно королево французское перплатывали в том что он темно показывал вот недалеко от этого замка Фонтенбло но без всякой связи с ним замки тут ни при чем группа художников которые хотят непредвзято видеть переживать и представлять природу они просто поселяются в деревне и образуют своего рода ну не знаю сказать коммуны но некое сообщество единомышленных и друзей вот туда к этим пармизонцам в 49м году переселяется семьей Милле с тем чтобы там прожить всю свою старую жизнь изредка наведываясь в Париж и вот там Милле работает как мужик вот встает с петухами и начинает трудиться так как он когда-то пахал у себя на ферме под Шербуром так с кистями и красками он пашет всю свою жизнь создавая картины в основном христианского жизни милле позднее милле уже в последние годы как бы зараженный этой горбизонской атмосферой начинает писать пейзаж прекрасный пейзаж он оказался великим милле милле но главное конечно у Милле это христианский жанр это жизнь и труд мужика на земле это то что он знал то что он понимал то что он любил и то о чем он говорит его картины встречали естественно разные подкрики некоторые видели в них особенно консервативные критики видела в них призыв к революции я вам покажу картину про которую один мягко выражаясь консервативные критики писал что за этой картиной светится девяносто третий год и эшафон то есть милле обвиняли в том что он социалист сессимонист что он полон подрывных идей и так далее этого никогда нет и сам милле от этого всячески отбирался он продолжал утверждать что он пишет и говорит только о том что он знает понимает но конечно некоторых взрывчатый заряд в некоторых картинах милле 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 но все-таки я позволю себе задержать вас еще на несколько минут для того чтобы вы представили себе несколько человеческий облик этого художника я просто прочту несколько отрывков из его писем и автобиографических записей чисто человеческие документы но они вводят нас в атмосферу его творчества и понимание и самого себя хорошо было бы себе запомнили то что я сейчас прочитаю ну смысл потому что это имеет прямое отношение к тому как он писал картину какой какая образная система какой образный язык вообще и выиграл для себя. Немногие художники заботятся об эффекте, который картина производит издали, когда она видна, вся целиком. А если картина на расстоянии производит должный эффект, то всегда найдутся люди, которые скажут, да, но вблизи видно, что она недоделана. А в другой картине, которая не производит издали того эффекта, какой должна была произвести, говорится, посмотрите поближе, как это хорошо было. Ясно, что его симпатия относится к целому. И мы это, это очень важно. Это один из ключей к пониманию того, как говорил Нилен. Надо обращать внимание, продолжает он, только на основной. Когда портной примеряет пальто, он отходит на известное расстояние, чтобы увидеть, как пальто сидит. Если он им доволен, то он может заняться деталями. Но тот, кто на плохо сшитой вещи наделает красивые петлицы и прочие детали, хотя бы они сами по себе были великолепны, сделает бесполезную руку. Это очень важно, потому что для Ниле именно целое впечатление от целого, а не детализация, играет важнейшее время. Еще кое-что. Как вы видите, по названиям картин, он тут перечисляет несколько картин, которые он предлагает для продажи. Названия тоже говорят о себе, хотя я не смогу вам эти не смогу показать, но другие такие же будут. Женщина треплет лед. Крестьянин и крестьянка идут на работу в поле. Сборщики дров в лесу. Я не знаю, потребляется ли слово сборщики, если не так, как говорят, подпишите. Крестьянин и крестьянка, собирающие дрова, или как вы хотите. Как вы видите, по названиям картин, в них нет ни обнаженных женщин, ни мифологических сюжетов. С подобными сюжетами я не хочу выступать. Конечно, я не хотел бы, чтобы они мне были запрещены, но я не желал бы быть вынужденным их писать. Кстати, существует такая замечательная анекдота, он повторяется во всех биографиях Ниле более-менее подробно. Когда Жан-Франсуа уезжал в Париж, его бабушка, которая сыграла очень большую роль в его воспитании, которая была главой семьи, патриархом семьи, сказала ему, Жан-Франсуа, никогда не пиши ничего в непристольном, даже если тебе это прикажет сам король. Король бы ничего не приказывал, и как видите, он не любил приказ. Другие сюжеты больше подходят к моему темпераменту. Должен вам признаться с риском прослыться социалиста, что в искусстве меня больше всего интересует человеческая сторона. И если бы я мог делать то, что я хочу, я бы не писал ничего, что не было бы впечатлением от природы, от природы, пейзаж ли это или фигуру. Но жизнь никогда не оборачивалась ко мне своей радостной стороной, я не знаю где она, я ее не видел. Самое веселое, что я знаю, это спокойствие, тишина, которыми так чудесно наслаждаться в лесах или на пашне. Все равно пригодны они для обработки или нет. Вы согласитесь, что это всегда располагает в мечтательности, грустной, хотя и сладостной мечтательности. Вы сидите под деревьями, испытывая полный покой и наслаждаетесь отдыхом. И вы видите, как на тропинку выходит жалкое существо, нагруженное газанкой в море. Неожиданное появление этой фигуры вас поражает и наводит на мысль о печальном уделе человека, усталости. Это впечатление подобно тому, которое Лохантен выражает в своей басне «Дровоседка». Были ли у него хоть какие-нибудь радости с тех пор, как он родился? И существует ли более несчастный человек на всем загоншаре? На вспаханных полях, это уже не стихи, на вспаханных полях, вы видите людей, которые копают и роют зиму. Вы видите, как время от времени один из них выпрямляется и вытирает лоб тыльной стороной ладони. Ты будешь, цитата, ты будешь есть хлеб свой в поте лица с твоего. От резьбы. От резьбы. Разве это веселый, радостный труд, в который некоторые хотят нас заставить поверить, но в нем для меня и заключается настоящая большая человеческая полиция. Вот эти слова самого Мевле, мне кажется, самым подходящим эпиграфом для его творчества, о котором мы поговорим через две недели, в следующем счете. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok